Сегодня мы беседуем с игроком сборной России по баскетболу, игроком команды Гагарин и защитником команды Химки Подмосковья Александром Зуевым. Александр, добрый день. Начнем с первого такого глобального вопроса, как появилась вообще команда Гагарин. Изначально мы собрались 2 мая все с основной сборной России по баскетболу 3х3. У нас проходили сборы и было вызвано 3-4 человека младшего возраста U23, чтобы готовиться параллельно к своему турниру U23 разным. И потом у нас был турнир в Латвии, в Риге. Мы выступили удачно, заняли второе место своим составом, более молодыми. И после этого образовалась команда Гагарин. У нас есть менеджер сборной России Олег Ушаков. Он нам во всем помогает, во всем поддерживает нас всегда. Все, что мы не просим, он старается выполнять. И он предложил назвать нашу команду Гагарин. Мы сразу согласились, потому что такой человек, в принципе, знаменитый. Само слово Гагарин как ввысь подниматься. И что, может, название толкнет нас, поможет нам чем-то. Вы собрались в мае, и уже сразу была победа на Moscow Open. Ожидали, что будет такой удачный старт? Конечно, нет, не ожидали. Это было как новое все. Это был наш первый такой серьезный турнир. До этого мы не играли таких турниров. Просто мы старались выиграть каждую игру, зацепиться, играть хорошо. И в итоге выиграли этот турнир. Всем парням хотелось играть. Это было что-то новое, захватывающее. Такого игра прям захватила так эмоциями всем. И сейчас тоже хочется очень играть, показывать, доказывать, что мы лучше. Перед Кубком мира вы выиграли два тура Лиги наций. И соперники уже поняли, что с Россией будет тяжело тягаться. Чувствовалось, что как-то другие команды особенно готовились к игре с вами? Ну, на нас настраивались, готовились. Да, видно было, что как-то не по-особенному. Ну, хотели все нас выиграть, потому что, помимо этого, мы играем еще в взрослый чемпионат, взрослые турниры. Там многие команды не играют эти турниры. И они хотели доказать, что они не хуже нас. Кей вообще на этом турнире были самые сильные соперники? Наверное, это была Франция, Латвия в финале. Хорошая команда венгров была, но с нами, я думаю, они подустали после Китая, поэтому сыграли не очень хорошо. Все команды упирали, все команды были хорошие, все старались, все оказывали максимальное давление. Нам было чуть проще, потому что мы весь год играли, много турниров, у нас было чуть больше опыта, чем остальных. Мы старались его применять, как-то тренер нам помогал, раскладывал команды, показывал, там, говорил, как обыграть, что лучше будет. Знаю, что первые игры пришлись на ваш день рождения, а финал пришелся на день рождения тренера. Считали ли вы это каким-то счастливым предвестием? Ну, когда у меня был день рождения, просто попросил парней, чтобы мы выиграли. Все, главная была задача, это был первый день групповой этапа, две игры, просто надо было выиграть и с хорошим настроением пойти отдыхать. Когда у тренера был день рождения, тренер, конечно, попросил первое место, сказал, давайте, парни, типа, вот. Я сказал один, там, можно сказать, анекдот, мне анекдот, но он-то уже вам расскажет, вот. Ну, и последний вопрос, вы еще играете в чемпионате Российской Суперлиги, как вам удается совмещать и успевать все? Ну, совмещать тяжело, вот я приехал после Китая, пропустил одну игру, сейчас попал на две игры, сыграли, сказал бы, не очень удачно. Но сейчас нужно чуть времени, я думаю, все наладится, все образуется, начнем лучше играть, показать какой-то результат хороший, я надеюсь на это.